И всем привет! С вами Глент, Кобяков, Серега, и вы на канале А4. И сегодня мы будем пробовать еду из мультиков! А4 продакшн подготовил для нас 27 блюд из разных мультиков. Ну и, как вы видите, мы сегодня подготовились. Просто посмотрите на Кобякова. Да что я подумал, что должен быть максимально похож на Шрека. Поэтому заказал гримера, заказал костюмера. И вообще, я здесь уже 3 часа, вон, готовился. Ну, реально, посмотрите на него. Так, я, в принципе, просто заказал костюм. И, конечно же, вот эту вот священную повязочку. Серега? Ну, а я решил переодеться в своего любимого персонажа. И просто взял из дома жилеточку, красную футболку и купил кепочку. Короче, сегодня ролик обещает быть очень клевым. Вы просто посмотрите, как мы запарились. Я думаю, что этот ролик заслуживает миллион лайков. Это вообще стабильно, ребята. Спускайтесь под этот ролик и нажимайте на лайк. Вам не сложно, а нам очень приятно. И, как вы заметили, нас сегодня трое. Влада с нами нет. Если вы хотите узнать, где он, обязательно подписывайтесь на его телеграм-канал. Он его, кстати, там нормально, активно ведет. Интересные посты и фотки выкладывают, поэтому обязательно подписывайтесь. Ссылка на телеграм-канал Влада А4, первая в описании, ребята, нажимайте. А если нет телеграма, пора уже завести, ребята. Короче, ролик обещает быть очень веселым и интересным. Давайте начинать! Кто будет выбирать первую цифру? Я, я. Так, отлично. А я пока вас познакомлю с правилами. Здесь все просто. Нам приносят три разных блюда из мультиков. Мы их пробуем и выставляем оценку. Да, я думаю, цифра 13. Такая мистическая. Кто там, кто там, кто там, кто там? Кто там может быть? Вообще мультиков так много. Ну, показывай. Блин, повезло в самом начале. Я увидел! Губка Бом! Блин, да ладно, губка Бом! Я знаю, что это будет. Крабсбургер, крабсбургер. Так, теперь я. Я выберу цифру 4. Черепашки-ниндзя. Блин, 99 сыров. И хотя нет, тоже в черепашках-ниндзя очень много блюд. Было реально много. Так, теперь я. Кстати, если вы узнали, кто мы, ну, из персонажей, напишите об этом в комментариях. Как нас зовут? Из какого мы мультика? Так, я уже... Я хочу посмотреть на это блюдо. У меня тачки, молния Маквин. Чао! И открываем. Так, это у нас скрабсбургер, но какой-то он необычный. Это медузия желе. Вау! Ну, выглядело насыщенно. Казалось бы, что будет странным, но вообще довольно неплохо. Раз в год такое съесть можно. Кобяков, вы как... Извини, я не могу назвать это Кобяков. Шрек, вы как эксперт? Ну, вообще, мясо часто подаются всякими вареньями. Сладкие, приемлемо в ресторанах. Поэтому, я думаю, это вкусно. Мне кажется, он в конце фразы должен делать отрыжку. Тогда он будет настоящим Шреком. Шрек, ваше блюдо. Ну, я думаю, что здесь все очевидно. Это пицца 99 сыров! Так, только я не смогу есть, наверное, в этих перчатках, потому что они, во-первых, загрязнятся, а мне потом их в прокат сдавать. Поэтому буду без перчаток. Так, ну сыр тянется, то есть пицца уже, как бы, проверку прошла. Пробуем. Не дыши на меня! Это просто ужас какой-то! Здесь 99 видов сыра, а многие сыры очень сильно воняют. Ногами деда. Не понравилось? Вообще не понравилось. Жуть! Я не ожидал, что оно будет так вонять. Итак, у меня мультик тачки. Посмотрим, что там. Выглядит вкусно. Так, нам подсказывают, что это сырный конус. Не, ну выглядит вкусно реально, посмотрите. Итак, я поднимаю этот сырно-беконный стакан за тех, кто уже поставил лайк за этот ролик. Это восхитительно! Вы такой еды нигде не увидите больше! Оставьте лайк! Какой-то рожок! Ммм! Как хрустит, как хрустит! Это невероятно вкусно! А что внутри? Я вижу бекон, вижу много сыра и пох... Подождите, стоп! Это макароны, лоу! Это прям, это уже даже не завтрак, это уже обед! Просто идеально! Повезло, повезло, конечно, тебе! Так, пацаны, сегодня оцениваем по 100-бальной системе? Да! Окей, тогда я выставляю оценку. 10 баллов вонючая пицца с сырами. Моя оценка 55 баллов, ну то есть что-то средненькое. Я ставлю 96 баллов и оставляю еще 4. Так сказать, даю фору другим блюдам. Можешь поговорить как Шрек? Да, конечно, могу! Все, я выбираю цифру, 19. Что там, что там? Шрек! Шрек! Я выслал свое блюдо! Пока не заняли мою любимую цифру, ее заберу. 27. Это моя любимая цифра. О, блин, ну я не смотрел этот мультик, я не знаю, что там есть. У меня смурфики. Возьму 24. Это такой старый мультик, мне кажется, наши зрители не знают его. Ох уж эти детки! Подожди, да не, блин. Знают? Да? Я думаю, да. Я его лет 20 назад смотрел. Мне кажется, они там едят манную кашу. Но раунд обещает быть очень интересным, давайте дождемся блюда. Итак, нам принесли блюдо, давайте подумаем, что может быть в Шреке. Я только из Шрека помню пряники. Надеюсь, что там не крыса. Да нет, не похоже на крысу. Блин, ну походу снизу стоит стаканок. Кобяков, все, открывай, нет времени ждать. А почему оно бурлится? Не знаю, выглядит странно. Кобяков, знаешь, как это называется? Коктейль, мохнатый пупок. Фу, я нюхал пупок. Короче. Все понятно. Нет волос, но это, походу, кола с мороженым. Все равно выглядит вкусно. Нет, это ужасно. Звучит тоже вкусно. Это ужасно. Давай, пробуй, что у тебя там смурфики наготовить. Ну смурфики, я скажу сразу, я не фанат, я не знаю, что может быть за блюдо. Давайте просто посмотрим. Это что это? Это смурфсу, это их чешуя. Очень странно, пахнет то ли кремом, то ли ногами. Конечно же, я попробую, я не буду отказываться. Ну, скорее всего, это просто голубой суп. Ни один хокаги еще не ел голубой суп, и я не готов. А с комочком, с комочком вкуснее будет. Ну вы знаете, один раз такое съесть можно 100%. Так, возьмем сразу с комочком. Это что такое? Вот эти кувелики, что это такое? Это дарблюд. Я знаю оценку этому блюду. Ладно, переходим к моему блюду. Я вообще не представляю, что там. Вроде обычная шоколадка. Так, может состав какой-то другой? Попробуй. Нормально все. Что у тебя, что у тебя с артом? Что? У тебя весь рот зеленый. А почему? Она же коричневая. Как она зеленой стала? Это же из мультика. Там же была, по-моему, зеленая шоколадка, которая красила рот. Но по вкусу это обычная молочная шоколадка. Ну, короче, ничего такого особенного нет. Не, ну выглядит прикольно. Так, раунд получился вот таким. Никому, наверное, и не понравилось. Ну да ладно, сейчас посмотрим на оценки. Я ставлю 3 балла смурфиком. Я ставлю 39 балла. Я ставлю 20 баллов только за то, что я люблю колу. Ну, раунд получился с достаточно маленькими оценками, но и такие должны быть. Давайте узнаем, что нас ждет дальше. Двенадцать. Ооо, это легендарка. А я не смотрел этот мультик. Ты очень многое потерял. Упал в моих глазах. А я выберу циферку 15. Она вот такая вот, рядом. Повезло, повезло. Наруто! Саске, вернись в деревню! Ё-моё, я... Это вообще жуть, как повезло! Итак, я выбираю цифру 7. Ха-ха! Это невозможно просто. Два попадания в этом челлендже. Gravity Falls! Нечего сказать. Я пересмотрю сегодня. Перед тем, как нам принесут следующее блюдо, ребята, мы хотим кое-что попробовать. Вот смотрите, в детстве, когда мы смотрели мультики, мы слушались главных героев. Вот Наруто, например, научил меня не сдаваться, идти к своей цели. Gravity Falls. Чему научил тебя, Серега, Gravity Falls? Исследовать мир и не бояться паранормального. Но это очень важное качество по жизни. Они помогают тебе становиться хорошим человеком. Итак, Кобяков, чему тебя научил Шрек? Любить, дружить и вообще, что внешность вообще не важна, главное, что у тебя внутри. Вот это тоже очень правильно. Всегда нужно слушать главных героев мультики, потому что они несут только позитив и добро. И раз уж мы переоделись в главных героев, мы хотим, чтобы вы нас послушались. Подпишитесь, пожалуйста, на этот канал. Нажмите на красную кнопку подписаться. Мы вас реально в каждом ролике просим, и больше, чем 40% людей нас не слушаются. Ну, может, хотя бы так вы послушаетесь и подпишетесь на этот канал. На этом канале мы тоже всегда стараемся вас учить только хорошим делам. Дружить, уважать, прикалываться, тем самым мы вас учим благодарить нас за контент. Ну и вообще, в принципе, благодарить. Поэтому подписывайтесь, ребята, это не сложно. Зато нам будет очень приятно. Все, теперь ждем блюда. Серегу попросили закрыть глаза и просто посмотрите, что ему принесли. Вот это я понимаю, Gravity Falls. Что там, что-то могу открывать? Давай, открывай. Раз, два, три. О, что? Пицца-торт и торт-то пицца. Я, если честно, такого не помню в мультике, но на Gravity Falls похоже. Я думал, что там будет этот, единорог, который радугой блюет. Там единорог, гномик. Вот этот гномик блюет радугой. Вот так вот. Давайте задуем свечи за нас троих. Да, сначала это все. О, это волшебные свечи. Так потому что, подожди, свечи намекают, что нужно их еще задуть за людей, которые поставили лайк и подписались. Итак, за подписчиков, которые поставили лайк. Кто-то не поставил еще. Реально, кто до сих пор не поставил лайк? Прямо сейчас, давайте, ставьте лайк и мы задуем. Раз, два, три. Пробуем. Так. Что происходит? Так, ладно, смотрите, сейчас. Там, так, 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 так. Блин, все, теперь у меня чакры не будет. Ну, я считаю, это гениальное изобретение для тех, кто любит пиццу и торт. Такой, конечно, торт неудобно резать. Делиссимо. Я тоже хочу попробовать. А теперь торта-пиццу. Хотя, что я ее режу? Ой-ой-ой. Чисто Кобяков на завтраке, давай. Тут, походу, все виды мяса, все виды сыра, все виды соусов. Ну-ка, что там внутри? Реально А4 продакшн запарится с этим тортом. Короче, я насмотрелся, как Серега там ест и захотел уже быстрее попробовать свое блюдо. Мой сосед... Татора. Татора. Открывай. Так, ну это бобы Эды мамы. Мамы Эдика, все правильно. Они, в принципе, вкусные. Да пробуй нормально, блин, Кобяков. Это рис. Это, это... Кушай, кушай, кушай. Да? Это перемолванный кальмар. Тут должно быть вкусно. Да. Рыбку не пропускай, вот она тут лежит. Я нажал на эту рыбу, почему-то она... Да ешь, Кобяков, все нормально. Давай, да, и у нас, если что, есть шапалах, если ты не попробуешь блюдо до конца. И поверь, он будет от Наруто. Блин, что ты творишь? Он разобрал рыбу. Вкусно. Мне тут подсказывают, что это блюдо называется бенто. И переводится с японского, как одна порция упакованной еды. Окей, Наруто. Ну, в Наруто я помню много разных вещей. Например, чипсы, которые ел толстяка, становился сильнее. Потом рамен, который ел Наруто после тренировок. Потом какие-то конфетки, просто превращали тебя в дикаря. Короче, еды там было реально много. Но я думаю, что здесь все-таки будет рамен, чтобы я его наконец-таки попробовал. Давайте, А4 продакшн, осуществите мою мечту. Здесь рамен? Да! У меня тут даже есть палочки, просто посмотрите, как это выглядит. Я вот просто хочу фотку. Выглядит красиво и пахнет вкусно. Вот это что, как вы думаете? Похоже на какие-то макароны, но вряд ли это макароны. Капустка? Блин, очень отдает туалетам. Это что? Это все виды рыбы перемолоты в одно. Ой, как она отдает рыбой, но в то же время, ну не, нормально. Вот с этим у меня уже могут возникнуть проблемы, потому что это какой-то говяжий язык, мне кажется. Очень даже ничего, я вам хочу сказать. Листочек нори отдает немного суши, в принципе, нормально. Короче, чтобы вы понимали, рамен это суп с лапшой. То есть это, в принципе, не то, что прям блюдо из Наруто. Это просто япионское блюдо, которое, ну, в Наруто использовалось. Но, в принципе, реально вкусно. Я рамен никогда до этого в жизни не ел, но нормально. Я вообще, в целом, вареные яйца ненавижу просто, но здесь я обязан это попробовать. Ой, вот тут, конечно, желток яйца со вкусом рыбы. Это последнее, что я хотел здесь попробовать. Ух ты ж, это вообще уже не из Наруто. О, это просто рыганина. Наруто недоволен. Самое вкусное здесь, это, конечно, вот эта лапшичка. Все было нормально, кроме вот этого яйца. Все, можем выставлять оценки. 32 балла. Ну, а я ставлю 95 баллов. Я ставлю 90 баллов. Это не преодолело мультик тачки, но это было мега вкусно. Можем идти дальше. А я вот так сделаю. Опа, 16. Мулан. Мулан? Ой, я еще такое помню. Я выбираю циферку 3. Симпсоны. Нормально, мне... ну, там много еды, на самом деле. Итак, у меня циферка 5. Что? Что? Кто? А, губка 2. Второй раз уже. Все, ждем блюда. Так, буду пробовать я. Ну, это китайские или как-то японские пельмени с соевым соусом. Они называются тяо цзы. Ну-ка. Слушай, внутри там много всего. Там и морковочка, и лук, я вижу. Там, в принципе, все есть. Оно еще и островато. Короче, симпсоны. У симпсонов самое, наверное, популярное, это этот пончик. Вот, надеюсь, что это именно он. Нет, нет, это какой-то... Смотри, они даже упаковку сделали. Рип-вич, рип-вич. Короче, нам тут подсказали с закатом, что это лимитированная коллекция таких бургеров. Она шла со свиными ребрышками и... Короче, у нас, ну, я думаю, это блюдо не может быть плохим, вот, ну, просто никак. Так там могут быть кости, нет? Ё-моё. Ммм, очень вкусно. Почему это не продается везде? Мне заявляю, это в 20 раз лучше, чем Макдональдс. Реально, это очень вкусно. Блин, Глент, я уже не могу. Все, я открываю свое блюдо. И... Это что за колдеха? Это идеально описывает эту штуку. Колдеха. Мне тут подсказали, что это Красти Дог. Панч Боб как-то намудрил себя на кухне вот такую вот штукенцию, и Красти Краб решил продавать это. Ладно, пойду пробовать. Ну, 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 горчичка чувствуется? Горчичка ядреная, а вот мясо, не знаю, по мне так лучше хот-доги есть с сосиской молочной. Ты знаешь, сколько лет работал Спанч Боб в Красти Краб? Нет, не знаю, мне кажется, всю жизнь 30. 31 год. Капец, я угадал. Так, ну, в любом случае, я считаю, что этот раунд я победитель, потому что, реально, это самое вкусное, что я ел. Я буду выставлять оценку максимально справедливую. Вы можете на меня ругаться, но это, это реально очень вкусно. Пока ты выставляешь, я уже выставил свою. 57 баллов этим пельменям. Так, я ставлю 97 баллов, это реально заслуженная оценка, это очень вкусно. Эксклюзивный, лимитированный бургер заслуживает этой оценки, он мега вкусный. А у меня 63 балла. Короче, вот такой вот раунд, очень интересный, очень разнообразный, давайте идти дальше. Итак, моя циферка... Моя 26. О, можешь мне 8 подать? Ну, на, держи, я не смотрю. Спасибо. Ха-ха! Кто, кто, что? Блин, так интересно, ну, рассказывай. Попробуйте угадать. Ана, ана-банана. Все, я понял. О, мне стыдно за тебя, Кобяков. Я возьму 21. Итак, у меня, я думаю, вы уже догадались, это гадкий я. У меня мульт, короче, лука. А у меня кунг-фу-панда. Кобяков, тебя сегодня везет на твоих персонажей, вот просто идеально сочетаешься. Сейчас опять что-то японское будет. Глатровый. Пускай выносят блюдо. Погнали. Итак, теперь начну я. Лука, что нам принесет? Эээ, просто макароны? Да, Глент, это очень логично, потому что действие мультика происходит в Италии. И там папа, друга главного героя, очень часто готовил это блюдо. Макароны с песто. И что, и что это такое? Вообще какой-то не контент. Ну это вроде как традиционное итальянское блюдо. Вегетарианское, между прочим. Ммм, солененькое, вкусно. Короче, если я это блюдо, просто солененькие макарошки, в принципе, без мяса, нормально. Ну, окей. Ну что, Кобяков, свое блюдо? Давай, погнали. Другого бытия не могло. Выглядит очень вкусно, хочется это попробовать. Блин, я понял, в чем позвонок. Главный герой мультика панда, а панды не едят мясо, поэтому эти пельмешки, как вы говорите, без мяса. Я расстроен. Ну, Кобяков, скажи спасибо, что тебе вон бамбук какой-нибудь не засунули. Пришлось бы грызть бамбук. А теперь перейдем к дипперу. Короче, это же как раз из той части, где они стали фиолетовыми. Потом их исправляли, ну, чтобы они стали желтыми, вот этим вот. Попробуем. Тесненько? Очень кисло. Я обожаю кислое. Что, что? Кислое вообще еда. Это круто! Попробуй с ягодами. Он вот с ягодами попробовал. Нет, нет, ягоду не попробовал. Он без ягоды попробовал, смотри. Что? Все нормально. Я уверен, что я бы это съел. И, кстати, вроде как они в мультике тоже пробовали это желе и корчили себе вот так вот. Кстати, и еще один интересный факт. Вот этот вот язык миньонов, это не просто чепуха, где там... Это реально создатели мультика придумали этот язык. Они взяли все языки, там, какой-то японский, китайский, французский, итальянский и совместили их в одно. И вот, например, по-миньонски игрушка это будет бабой. 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 А спасибо танку. Вот танку всем, кто поставил лайк. Танку. 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 72 балла ставлю своему блюду. Так, ладно, я ставлю 50 баллов. Хей, я ставлю 15 баллов. Идем дальше. Так, цифра 1. Ого, я знаю, что у меня будет за блюдо, потому что это мультик Рататуй. Это мой самый любимый мультик после Шрека. Ладно, все, выбираю я опять 25. Вот такой вот каламбурчик я придумал. Облачно, возможно, садки в виде фрикаделек. Я любил этот мультик, пару раз смотрел. Так, а я возьму циферку вот эту. Покажи, покажи. Головоломка. Ты что, веселый, забавный, смешной? Предлагаю, чтобы Серега попробовал первый. Да, блюдо с головоломки. Что это может быть? Это 5 эмоций. Итак... Пицца с брокколи. Что? Мне кажется, девочка не любила эту пиццу. Так, смотри, давай, я буду отыгрывать эмоцию гнева. Фу, фу, это просто какой-то вонючий мамонт волосатый. И все, выплюнь, выплюнь, скажи повару, что это полная фигня. Наори на него, наори на него. Ну да, пицца, конечно, не очень. Я просто уверен. Да, я уверен, она в мультике была не очень, и в жизни она тоже не очень. Так, ну что, ты фрикадельки первые пробуешь или я Ратататуй? Я хочу фрикадельки. Давай. Что это за колдеха Х-30 просто? Видел? Что это за кабан? Просто невероятный. Это что? Бесбольный, бесбольный мяч? Куда? Куда с этим идти? Кобяков, поменяться не хочешь? Нет. Фу, я не хочу это даже пробовать. Это просто настолько мясное. Это ужасно. Ну просто вкуснее. Ладно, у нас ролик. Зрители должны узнать этот вкус, поэтому я должен это попробовать. Ну, кстати, вот эта вот паста сверху спасает. Она дает такой томатный вкус. Так, ладно, ты, Кувелик, продолжай. Так, я доел этот кусок мяса. Честно говоря, фигня полная. Да! Рататуй! Главное блюдо этого мультика. Опа! Как вам рататуй? Ну, я разочарован, если честно. Почему? Ну, короче, они в мультике завышают ожидания по этому блюду. И поэтому, когда его пробуешь, ожидаешь чего-то еще больше грандиозного. Не могу сказать этому блюду брависсимо. Второй раунд получился вот такой. Ну и такие должны быть, правильно? Чтобы мы показали, что у нас все по рецепту. 10 баллов я этому ставлю. Ну, как бы, 1 из 10. Вот, я специально взял нолик, чтобы он был вот такой вот кувеликом, вот какая-то, собственно говоря. Ужас, просто ужас. 36 баллов моему блюду. И 20 баллов моему блюду. Идем дальше. Итак, выберу цветру 2. Эрик и Морти. Десяточка. Что? Ну, нормальный мультик мальчиковый. Принцесса и лягушка. А, теперь я выбираю циферку. Вот, прям за спиной хочу взять. Я стану Хакаги. Чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип-чип и Дейл. Пишут на помощь к вам. Чип-чип-чип-чип-чип и Дейл. Ладно, давайте узнавать, что за еда. Очень интересно. Итак, начнем, пожалуй, с принцессы Нури, как говорится. Погнали. Вообще-то ее звали Тиана. Вообще-то, давай открывай блюдо. Так, здесь перец, какие-то вот сосиски. Ну, 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 ну. Не, ну, вы знаете, очень остро, но оно как будто быстро проходит. Первый момент. Остро, потом отпускает и вкусно. Реально, как будто томатный суп. Итак, мы переходим к Чип и Дейлу. Наруто! Э, что это за секрет в секрете? Какая-то матрешка. Ну, нет, ну, нет, я... Ну, что это такое? Как будто гуашь. А знаешь что? Это может быть что-нибудь сладкое. Этим вот бетон укладывают. Я не знаю, это... Ой! Короче, отдает сыром и считаться, но на 5%. На остальное 95% каким-то салом или чем-то. Короче, сырный суп, который сварен по семейному рецепту мышонка Рокфора. Ну, я не знаю, он просто очень жирный, я не люблю жирную еду. Это просто как-то странно, ты как будто пьешь жир, но вкус сырный есть. Ладно, перейдем тогда к Риквей Морти. Я думаю, там что-то космическое, с какой-то другой планеты. Ну, вроде обычное. Давай, диппер, показывай. Hello! Сычуанский соус! Чува! Куриными кусочками? Ну, это не важно, важно, вот, это основное блюдо, это может быть любое. Он существует? Ну, видимо, какой-то рецепт нашли. Выглядит как малиновое варенье. Короче, этот соус, это огромная редкость. Его показали в мультике, так сильно распиарили, что даже Макдональдс на один день запустил акцию, где продавал такой сычуанский соус. И его очень быстро раскупили. Теперь он продается только на eBay за бешеные бабки, ребята. Ой, знаете, что это? Это, это, короче, смесь барбекю, кисло-сладкий, как будто вот еще уксуса немножко добавили в другую. Знаете, сколько такая штука стоит? Ну, если вот прям оригинальная. 14 тысяч долларов. За что? За соус. За что? За соус. Я хочу попробовать. Ага. Пожалуйста. А сегодня только я. Нельзя. Пацаны, мне он не суперсильно вкатил. Очень необычный вкус, за это плюс, потому что такой язык мой еще не пробовал. Но я просто вас подразню. Все, я ем за соус, за 14 тысяч долларов. Ну что сказать, вот пока человек наслаждается своим блюдом, я поел какой-то, я не знаю, жирный суп. Кобяков, гамбо. Сам ты гамбо. Ты такой суп ел, что я? Можем выставлять оценки, я так понимаю, ну блин, да сколько дать? У меня оценка готова, 40 баллов. Я уверен, что это едят люди, это для некоторых вкусно, но я просто такое не воспринимаю, как вообще адекватную еду. Я ставлю 1 балл, потому что я ненавижу острое. Я ставлю 66 баллов. И опять же говорю, не очень понравился этот соус. Так хочется его попробовать. Ладно, ничего страшного, еще придет наше время. Все, идем в следующий раунд. Новый раунд, выбираем мультик, мужики. Подай мне 17, пожалуйста, я вот хочу 17, ну не знаю. Ну что за... ладно, окей, красавица и чудовище. А дай мне соседнюю, 18. Чего? Чаудер? Так, окей, странный раунд планируется. Так, у меня 22 будет. Первый раз слышу название этого мультика. Новая школа императора. Там это, есть легендарная белка, которая няня? Няня-няня? Ждем блюда. Итак, чаудер. Мультик, я слышал, что это от создателей Спанч Боба. И там тоже главный герой, что-то связанное с кухней, он там любит готовить. Нет, ну выглядит прикольно. Надеюсь, это просто желток. Называется дьявольские яйца. Ну-ка, 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 фиолетовый возьму. Ну пробуй как-то целиком. Не знаю, надо, надо распробовать, надо понять. Белок как белок, просто крашеный. А желток это сыр, смешанный как будто бы с желтком в блендере. Так, окей, теперь моя очередь. Красавица и чудовище. What the hell? Вы это вообще видели? Это что? И знаете, как это называется? Загадочная серая штуковина. Пахнет вкусно. Стоять. А ну-ка. Ого! Реально вкусно. Я не знаю, что это. Это даже, это ни на что не похоже. Сладкая, соленая. Сладкая, соленая, очень вкусная. Отлично подойдет на завтрак и даже к чайку, я бы так сказал. Это очень хорошо. В мультике принцесса, когда это увидела, она тоже такая, типа, что за фигня? Потом попробовала и такая, вау, нифига себе. И я точно так же. Это очень вкусно. Ну, а я буду есть, почему мне постоянно попадаются вегетарианские блюда какие-то. В этом мультике был персонаж, Крон, и он любил готовить. И это его фирменное блюдо. Булетики со шпинатом. Так, пробуем. Опа, там что-то еще. Возможно, какой-нибудь греческий йогурт? Кстати, это не йогурт, а греческий сыр фета. И вместе с сыром, вы знаете, неплохо. Вкусно? Вкусно. Ел бы такое каждый день? Нет. А, вот и все, попался. Так, я знаю свою оценку. 99. Моя оценка, 80... Сколько ты поставил? 99. Я даю возможность еще этому челленджу преодолеть это блюдо, но это было невеально вкусно. 99. Я ставлю 81. Вкусно, но не на каждый день. У меня 37, ну, потому что это ни то, ни сё. Все, идем дальше. Итак, время выбирать. Пожалуйста, пожалуйста, Сергей. И я куда встал? Я подам. Подай. Что происходит? Что тут происходит? 9, держи. Я беру 20. О! А тебе 11. Ну, выбора нет. Есть шанс получить 100 баллов, я уверен в этом. У меня Шрек. Опять? Корпорация монстра. А у меня тоже крутой мультик. Тайна Коко. О, ну это современный, современный мультик достаточно. Майк Вазовский. Погнали. Итак, начинаем с меня. Мультик Тайна Коко. Что это за тайна? Что? Что это такое? Надо, наверное, распаковать как подарок, да? Как мне сказали, это готовила в мультике бабушка, коню всех мертвых, называется блюдо Тамале. Так, ну вот смотри, если готовила бабушка, то должно уже быть вкусно. Да, сейчас мы проверим. Ой, что-то запашок пошел неправильный. Вот мультик называется Тайна Коко, но не во всех странах, потому что в некоторых странах бабушку звали Коко, но в переводе это означало какашка. Поэтому кое-где ее имя заменили на Лупита. Пахнет вообще не очень. Пахнет Коко конкретно. Ребята, у меня рвотный рефлекс. Я тебе сказал, что это гениальное предложение, оставить вкус этого блюда тайной. Это же Тайна Коко. Ну тогда Шипалах. Тогда будет Шипалах. Первый и единственный. Я вообще только за давать. Я сейчас приду. Прошу, коллега. Ну что ж, ты готов? Да. И нет. Итак, Шрек, welcome. А Шрек был сильным, да? Да, это же Огр. А теперь Наруто. Годы тренировок. Все, я готов просто. Вернись в деревню. Диппер, привет. Да, лучше бы я попробовал эту еду. Один из лучших шипалахов. Так, теперь... Я буду пробовать. Шрек? Давай. А, это пальцы. Вот, ноготочек, смотри. Это любимое блюдо драконихи из Шрека. Рыцевские пальчики. Ну, пробуй. Ноготок, ноготок. Как скажешь. Ну, на самом деле, это просто сосиски с кетчупом и миндальными орешками. Очень вкусно, сосиски подкопченные. Блин, ну что у тебя? Давай уже тебя посмотрим. Так, ладно, я знаю, что это. Когда Майк Вазовский повел свою вот эту вот горгулю в ресторан, они там кушали суши. И я так понимаю, что это суши. Да-да-да, окей. Это уромаки по специальному рецепту прямо из корпорации монстров, ребята. Так, есть лучок внутри. Пахнет немножко тоже таким, какими-то копченостями. И давайте пробовать. Нет, знаете, очень неплохо. Что, время вносить оценки? Что, Кобяков? Это... ой, это просто... это такой вообще... Такое шутник, конечно. Ну реально вкусно, 98 баллов. За сосиску подкопченостями, ты серьезно, блин? Да, простое вкусное блюдо. Ладно. Короче, на самом деле это реально вкусное суши, но я не фанат, я не особо люблю рыбу, но я поставлю 70. Не знаю, я похоронил это блюдо просто, 0,1 балл. Даже одного бала не заслуживает. Блин, ты даже не попробовал. К сожалению, тайной останется. Тайной ко-ко. Ладно, ребята, вот такой вот ролик у нас получился. Мы надеемся, что он вам понравился. Мы правда над ним очень сильно старались. Не забудьте про ваш лайк, не забывайте про телеграм Влада. Ссылочки в описании. На первом месте сегодня у нас красавица и чудовище. На втором месте сосиски из Шрека. Ну и на третьем месте бургер из Симпсонов. Короче, ролик получился клевый. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. До встречи следующим летом! Эй, нельзя так! Всем пока! Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. Глент, Кобяков, Глент, Влад Бумага. А вы совсем забыли, как летает моя Ламба.